Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Подскажите, пожалуйста, кто может тебе помочь с советом. Ребенок, девочка, 3,5 года, ходит в детский сад по системе Монтассоры. Сад, где вместо игрушек материал, с которым они занимаются обучаться. Группа в саду разновозрастная, и ребенок в последнее время жалуется, что ее обзываются, не дружат, и что ей там скучно. В саду она самая младшая, сама по себе она любит игры общительные. Педагогам в саду нам нравится, сама система Монтассоры нравится, а вот то, что ребенок не хочет идти в сад, и жалуется, что у нее там нет друзей, это огорчает. Подскажите, стоит ли из-за этого менять сад? Хотелось бы попробовать сад, где группа будет только ровесников. Напишите, пожалуйста, кто может помочь с советом. Нужна полная консультация или аудио. Заранее, благодарю. С педагогами общалась по этому поводу, говорят, что это дети, и такие ситуации не всегда происходят и будут происходить. В то же время говорят, что не оставляем методы внимания, всегда проговариваем чувства, приятно-неприятно, если с ними поступили так же. Дело в том, что с ровесниками она более-менее находит общий язык, а здесь она одна девочка, и то на полгода статус. Ну что ж, для начала давайте разберемся с тем, какой помощи вы хотите, в чем вы хотите получить совет, и по поводу чего вы хотели бы получить, собственно говоря, консультацию. Потому что вы просите совет, стоит ли менять за этого сад, и, в общем-то, как это выглядит? Совет такой, стоит-не стоит? Ну, допустим, я скажу, что не стоит. И что вы послушаете? А если я скажу, что стоит, вы послушаете? То есть, как бы, в контексте вашего вопроса, стоит ли менять сад, как это происходит, как это работает, я не очень понимаю. Дальше. Вот, вы пишите, значит, напишите, пожалуйста, кто может помочь советам. Ну так, вам пишут советы. Какую консультацию, по поводу чего вы хотите? Я не увидел у вас здесь запроса разобраться в себе. Хотя, разбираться в себе есть в чем. Поэтому, честно говоря, пока для меня не понятно, по поводу чего нужно вас консультировать. Если речь идет просто о совете, то психологи советов не дают. Я не думаю, что мы можем давать вам совет. Да, вот тут, где вам отвечала моя коллега, Марина Голикова. Вот, она, как бы, значит, она пишет, что, значит, рекомендует детский сад сменить, аргументирует свое мнение. Вот, то есть, как бы, вот вам совет, хороший совет, вот, как бы, все, вы получили, получили совет, действуйте, вот. Тогда. Ну вот. Она вам, вот здесь, моя коллега пишет, какой смысл вводить ребенка в сад, который в целом хороший, но доставляет только неприятных переживаний. Вот. Она пишет, что, коллега моя пишет, что ваша дочь хочет дружить, но с ней не хотят. Вот. Понимаете? Какая шпука. То есть, я вот, ну, в данном случае мне, как бы, нечего возразить коллеге. Вот. А, потому что это ее мнение. И, в общем-то, аргументированное мнение. А, проблема в другом, как мне кажется. Понимаете, проблема в том, что, в принципе, отдавая ребенка в какую-то социальную среду, так или иначе, мы сталкиваемся с негативом. По отношению, по отношению к, ну, к нам. Мы сталкиваемся с негативом по отношению к людям. К нашим детям. К кому угодно. И, на мой взгляд, вы к этому не готовы, судя по всему. Как и ваша дочь, к этому, тоже не готова, почему-то оказалась. Понимаете? Я думаю, что, я думаю, что, с 50-процентной вероятностью, есть какие-то причины, по которой ваша дочь, ну, как бы, вот. Вызывает такие... Реакции у детей. Вы пишете, что в последнее время она жалуется, что ее обзывают. И так жалуются, что ее скучно. Вот. Знаете? Ммм... Очень... Часто... Пывает так... Что... Скука... Эмм... Создает образ... Зацикамерия... Образ... Образ... Отчужденности... У окружающих. И я думаю, что это может быть причиной, то есть другим-то детям не скучно, другим-то детям получается интересно, а вашему ребенку скучно, вашему ребенку скучно, неинтересно. И это может вызывать у других детей ощущение, что вот ваша девочка, например, самая умная, к примеру. Ну, а это, естественно, вызывает агрессию. Ну вот, дальше, вы пишите, что, значит, педагоги в саду нам нравится, и системам это все равно нравится, нам. Кому нам? Ребенку три с половиной года, это уже не нам, уже есть вы и есть она, понимаете? То есть, как бы, нам, это про слияние. Ваша с ребенком, вам не могут нравиться педагоги, педагоги могут нравиться ребенку, вам не может нравиться система ментастория, она может нравиться, не нравиться ребенку. Вот, хотелось бы получше раскрыть момент, связанный с тем, для чего вы, в принципе, направили своего ребенка в детский сад с такой системой. Зачем вы это сделали? Был ли выбор ребенка? А почему не игрушки? Ну вот, в данном случае, вам может показаться, вам может показаться, это странно, но часто, очень часто, решение, принимается, ну вот, родителям, а в саб-то ходить, ребенку, вот, с мать, то есть, очень важно, сам ребенок захотел в саб, педагоги, ментастория или нет. Дальше, понимаете ли вы значение игр, или нет, то есть, понимаете, рулевые игры, конечно, хорошая история, но… на мой взгляд, не все… во-первых, во-первых, не всем детям нравятся, а во-вторых, требования, интеллектуальные требования к этим играм выше, вот, и опять же… опять же… я не очень… понимаю… что вы как будто бы вот… против… против… игр… игрушек, точно, вот… как будто бы против игрушек, чтобы у нас ребенок, вот… а… ну… не играл… и это для меня очень важный вопрос, что… что в этом… такого… плохого… что… бываешь ребенок… играл с игрушек… почему… обязательно надо… развиваться… да… как вы… пишите… вот… вот… есть игрушек, материал, с которым они занимаются… зачем… куда вы… спешите… вот… вот с этим действительно… действительно можно разобраться… понимаете… и там же… там… 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 уже… вот там… уже… можно будет… говорить о… о… решении… ну… понимаете… кака… штука… оп… такой бы ответ… я вам дал бы… сейчас… с точки зрения психологии… и с точки зрения психотерапии… то есть вам бы в себе разобраться… вам бы… определиться… определиться чего вы хотите… на что вы нацелены… а… вот… и… и… решить для себя… нужен ли… вообще… детский сад… вот… ребёнок… ээээ… ребёнок… эээ… ребёнок… ээээ… ребёнок… ээээ… понимаете… да… Вот так, я думаю, можно ответить вам. На этом всё, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам нажать над собой работу. Так что, желаю вам всего доброго, удачи, обращайтесь!